Велосипедная прогулка Велосипедная прогулка Велосипедная прогулка Богданская шпана всегда в районе доминировала Проще говоря, в коллективных драках Одерживала верх Вот ее славные представители Тусуются у самого злачного места Клуба отдых Нынче на Богданке настолько изобидуют Символика одной угольной конторы Что в пору уже улицу переименовывать Условно, Богданка делится на две части От Сухого Лога до Учительской И от Учительской до Тайгинской Все, встречаясь с улицей Тайгинской На которой расположен небезызвестный Калининский райвоенкомат Богдана Хмельнинского заканчивается Здесь не такие, конечно, красивые места, как в центре Но так, в принципе, и положено Здесь люди работали, а там отдыхали Зато отсюда открывается прекрасный вид На шестой микрорайон Это промышленная зона Здесь расположены заводы, автопредприятия И многочисленные склады В одной из идеологически лояльных песен Питерского цикла Александра Розенбаума Есть такие слова Но снимая фраг детища Петра Гордость не швырнет в море День гудком зовет Кировский завод Он дворцам своим корень Но если говорить о Петербурге То это, наверное, не совсем правильно А вот что касается улицы Богдана Хмельнинского То она очень многим обязана Именно 80-м заводу Завод химконцентратов Действительно стал для Калининского района Городообразующим предприятием Именно на нем держалась вся соцсфера Богданки И почти вся держится до сих пор В советское время на 80-м Очень быстро обеспечивали работников жильем И приличной зарплатой Но и вредность, сами понимаете, была какая Однако вернемся в центральную часть улицы Центр общественной жизни Дом культуры имени Горького До сих пор в нем существуют самодеятельные коллективы Занимающиеся поп-музыкой, театром, бальным танцем, хоровым искусством Еще в советское время под его крышей проходили Джазовые концерты и рок-фестивали В 99-м году в окрестностях ДК Была восстановлена иллюминация И теперь здесь лучшее место для ночных романтических прогулок Духами-покровителями Главной темой нашего исследования Улица имени Богдана Хмельницкого, прямо скажем, не обделена В середине 80-х годов Ее центральная часть украсилась удивительными существами Сотворенными из бетона и металла Они появились благодаря трудам тогдашнего главного архитектора Калинки Геннадия Петровича Арбатского Душевное ему спасибо за столь нестандартное по тем временам оформление улицы При внимательном рассмотрении выясняется, что все они несут функциональную нагрузку Так афишные тумбы венчают персонажи искусства Музыкант и клоун А полос пшеницы, яблоко, существо с книжкой, летающий айболит Установлено напротив соответствующих торговых точек Впервые элементы металлического декора появились именно здесь Около муниципальной аптеки номер 25 Уже давно украшенной темной щеканкой Таким образом, оформление Богдана Хмельницкого в едином стиле продолжилось Однако, улыбнитесь, на этот счет есть отдельное мнение Наблюдаемые нами памятники не что иное, как тотемные столбы Которые воздвигали доисторические люди Как известно, тотемные столбы являются атрибутом почти всех архаических культов Доисторические люди, воспевая фигуру своего первопредка Таким образом, решали проблему самоидентификации Так сказать, проблему своего второго я Здесь, как вы видите, очевидно, обитали люди из клана Ворона Ну и таким образом, мы имеем несомненное свидетельство Присутствие доисторического человека на территории нашего города Сейчас Богданку принято украшать Что, несомненно, дает пищу для фантазий Происхождение этого странного предмета не совсем понятно Очевидно, его забыли некие гигантские люди, обитавшие когда-то в этих местах Очевидно, загадку этого странного феномена нужно искать в книге Джонатана Свиста «Приключения Гулливера в Брокдингнеге» Кстати, косвенным свидетельством того, что великий писатель в этой книге описывал именно наш город Может быть один из двориков, находящихся неподалеку Который так и называется уголок Гулливера В доказательство теории нашего уважаемого специалиста еще несколько фактов Но разве не говорят эти гигантские канцелярские кнопки о наших предках-великанах? А обнаружены нами цифры о древней истории Богданки? А рога, выросшие на балконе жилого дома О нынешних и будущих археологических находках? А три гермы, иначе идола, у клуба отдых Нет, голова кругом идет Нет, улицы лучше Богданки Однако самую удивительную находку мы сделали на детской площадке Наблюдаемый нами объект есть не что иное, как яйцо гигантской доисторической курицы Которые обитали в районе Сухого Лога еще, очевидно, в эпоху Галогена Глядя на этот уникальный памятник Страшно себе представить, каких гигантских размеров достигали эти птицы Несомненно также, что эти птицы являются прямыми потомками мифической птицы рог Неоднократно описанной в сказках «Тысяча и одной ночи» Глядя на это яйцо, воочию убеждаешься, что древний индийский миф о творении мира из так называемого «золотого яйца» или «золотого зародыша» имеет под собой совершенно реальную историческую основу Так же, как и известная русская сказка про курочку-рябу Проблема исчезновения этих птиц остается загадкой для науки Но очевидно, что эти гигантские доисторические курицы исчезли во время наступления ледника Который достиг улицы Богдана Хмельницкого Чему неоспоримое свидетельство ледовый дворец спорта Но как бы то ни было, мы совершенно уверены, что ни в одном дворе Новосибирска нет такого объекта И даже для удивительно уютных дворов по Богдану Хмельницкого это совершенно необычное яйцо Именно здесь, по нашему мнению, обитает дух-покровитель улицы А может быть, здесь обитает еще и зародыш счастливого будущего жителей Богданки Дорогие друзья, если вас заинтересовала наша рубрика Если у вас есть интересные факты из жизни ваших родных улиц Звоните нам по телефону 4645 И мы будем рады вас выслушать и принять ваши предложения к сведению